Здравствуйте, друзья! Темой сегодняшнего обзора будут твиттеры новой линейки Фаунтек Электроникс X, модель Neo X2. Моделька линейка XOV славна тем, что она выполнена с использованием широкой ленты 12 мм. От этого площадь излучающей поверхности, площадь ленты у этих твиттеров больше, чем у аналогичных моделей традиционной линейки Neo CD. Вот в таких коробках поставляется твиттер, индивидуальная упаковка, в одной коробочке один твиттер. Эта коробочка вскрыла таможня, о чем она писала здесь, поэтому я ее держу здесь открытой, но поверьте, это абсолютно новый твиттер нигде прежде не открывавшийся. Вот он перед нами. Вот так он выглядит. Сеточка более мелкая, чем на модели традиционной линейки Neo CD 3, Neo CD 2, совсем меленькая, под ней еще крупная, то есть двойная защита такая себе, которая, конечно, перманентно для звука и не оказывает, не вносит затухания в звучание ни на каких частотах. Очевидно, это проверено в их лаборатории. Толстый фланец сравнительно на нем. С обратной стороны гуттаперчевое такое напыление, как почти на всех, по-моему, уже на всех твиттерах фонтек делается, для того, чтобы они как можно лучше прилегали к поверхности любой фактуры и не разгерметизировали камеру. Фланцы выпускаются как прямоугольные, так овальные, так и круглые, но мы завозим только такого рода, поэтому я ее такие в твиттерах вам показываю. Сзади магниты имеют проволговатую форму, в этой части находится трансформатор преобразователь импеданса, как его называют фонтек, винтовые клеммы, и здесь стоят магниты по бокам и образуют магнитный зазор по краям ленты, которая при этом излучает при прохождении электрического тока через нее. Вот таким вот образом так выглядит новый твиттер фонтек нео x2. Посмотрим, что пишет производитель у себя на сайте о этих твиттерах. Сайт находится по адресу fauntek.net. Здесь можно выбрать твиттер, какой вас интересует, посмотреть на него информацию. Итак, фонтек третьего поколения, как он пишет. Выполненная по ленточной технологии, 12 миллиметров широкая лента. Он отличает этот твиттер от других. Неодимовые магниты, естественно, не во всех ленточниках фирмы фонтек используется. Высокую мощность держит, низкие искажения и встроенный конвертер импеданса. Ну, тот самый трансформатор, согласующий, который мы уже упоминали. Вот тут тоже прямоугольные твиттеры, как и у меня на столе. В двух цветах выполнены. Мы тоже завозим серебристые и черные твиттеры. Можно выбрать, хотя с другой стороны фонтек снимается и его можно красить. По параметрам. 94 дБ чувствительность. Частотный диапазон от 1200 до 40000 Гц. Номинальный импеданс 8 Ом. Сопротивление постоянному току 0,02 Ома. Размеры ленты 12 миллиметров ширина, очевидно, 60 миллиметров длина и 0,0015 миллиметра толщина. Эффективная площадь излучающей поверхности 720 квадратных миллиметров. Вес ленты 27 миллиграмм. Индукция в зазоре 0,4 Тесла и величина зазора 13 миллиметров. Рекомендованная частота кроссовера 2300 при втором порядке. Вес твиттера 750 грамм. Вот АЧХ этого твиттера до 40 килогерц. Здесь видно, что в окне 10 дБ происходит, даже меньше 8, наверное, все-таки дБ происходит в девиации АЧХ. Но это от 1 килогерца. Это не актуально, по-моему, все-таки. Мы все планируем его использовать от 2,5 килогерца выше. Здесь окно сужается еще меньше. Сложные формы магнита. Вообще установка твиттера предполагает вырезание сложной формы отверстия. Это каждый конструктор должен смотреть сам, рассчитывать, глядя на эти чертежи. А потом, когда купит твиттер и получит его в руки, уточнит необходимые размеры посадочного отверстия. Вот взгляните на кривую импеданса, которую я снял. Здесь получается, что в рабочем диапазоне частот импеданс колеблется от 7,2 до 8 Ом. Соответственно, а ниже рабочего диапазона частот, то есть ниже 2 килогерц, вы видите пик резонанса приблизительно на 320, не знаю, герц. И спадание буквально до сотых долей Ома к постоянному току. График этого не захватил, но вот он уменьшается, меньше 2 Ом становится внизу. Это говорит всё о том, что твиттеры модели Neo X2, как и любые True Ribbon, и в том числе твиттеры фирмы Fountech, необходимо включать исключительно через гальваническую развязку, то есть через конденсатор. В противном случае любые переходные процессы могут сжечь это устройство. В то же время сжечь его простым музыкальным синусоидальным или более сложной формой сигналом представляется маловероятным. Сейчас я подключу твиттер к усилителю через разделительный конденсатор 15 микрофарад и подам на него музыкальный, видимо, сигнал. Некоторые пользователи просят показать звучание сигнала не музыкального, а розового, белого шума. Я, конечно, могу это сделать, но, во-первых, YouTube всё пережмёт, во-вторых, микрофон моей камеры не идеальный. Много-много но. Но если очень хочется, то я, конечно, могу устроить этот цирк. Вот Pink Noise с уровнем, только поменьше сделаем. Но в первую очередь сейчас вы будете слушать ограничения, вносимые конденсатором 15 микрофарад. Сейчас сделаю его погромче. Ну, сождайтесь. Единственное, что я могу так продемонстрировать, это диаграмма направленности. Я сейчас буду менять, а вы оцените, как будет изменяться при этом звук. Это уже больше 45 градусов. Отвалилось, сори. Честно скажу, мне неприятен этот тест, поскольку он практически неосмысленный. И это я делаю только потому, что просили люди. Им почему-то кажется, что это полезная информация. Да, на здоровье. Итак, через 15 микрофарад твиттер включен в конечный усилитель класса D, наверное, не высшей категории качества. Ну, в любом случае, для того, чтобы получить реальное представление звучания твиттера, надо слушать твиттер, а не через свои колонки. Допустим, у вас хоть будут трижды золотые, но всё равно они будут классом отличаться, очевидно, от этого твиттера. И, соответственно, слушать вы будете свои твиттеры. Но, тем не менее, характер для звучания ленточного твиттера, для людей, которые не имеют возможности послушать, я могу предоставить таким образом. Сейчас играю через 12 микрофарад, поэтому уровень я это могу поднять, но при большом уровне будут большие искажения. Вряд ли это разумно. С ключу-ка я лучше кроссовер. Ну вот, 3500 вторым порядком. Тут можно и уровень добавить. Извините, я не показал вам выбора режимов. Итак, кроссовер. Сейчас вы слушаете 3500 вторым порядком. Третий порядок. Ну, а значительно легче звучать твиттеру. Четыре тысячи герц. Тут же не имеет особого значения. Ну, а если всё-таки 2,5 кГц. И второй порядок, как рекомендует производитель. Знакомую нам клубную музыку я включу. Итак, 2500 вторым порядком сейчас, в данный момент звучит. Поставлю три тысячи. Практически не меняется. Третий порядок. Твиттер явно способен звучать на частотах ниже 3 кГц. То есть, 2,5 всё-таки прав производитель. Но третий порядок мне лично нравится больше, чем второй. Ну, второй, конечно, проще и в расчёте, и в настройке, и в согласовании с низкочастотным звеном, или среднечастотным звеном. Тут каждый по себе будет сам выбирать. Послушайте пока этот твиттер, а я вам покажу колонки, которые на базе его люди собирают. Просто для того, чтобы поделиться этой информацией, которую вы, конечно, можете набрать в интернете сами, найти в интернете сами. Ну, это данные на этот твиттер. Вот серебристый и чёрный, к вашему вниманию. Вот система других людей, которые с пользованием этого твиттера собирались. Напомню, что они бывают с круглым фланцем тоже. Известные многим колонки. И другие. Наверняка вы сами можете найти это в сети. Далее я пущу ролик, который показывает сравнение этого твиттера с конкурентом из классической линейки Neo CD 3.0. На такой же точно материал расположен в видеоролике, посвященной этому твиттеру Neo CD 3.0. Я просто не хочу, чтобы вы искали лишний раз. Многие люди спрашивают, а какой выбрать этот или тот. Ну, так вот, на мой взгляд, они паритетны в принципе. Некоторые незначительные, совсем малозначительные отличия у них, наверное, есть. И попробуйте их уловить с помощью этого видео трека. Пришлось прибегнуть к некоторым ухищрениям, чтобы соединить оба твиттера так, чтобы одним проводом перекидывать с одного на другой сигнал. Сейчас я включу и буду показывать вам опять кроссовер. Это играет Neo CD 3.0. Хотя, наверное, лучше видеть оба клана. И кроссоверы, и твиттеры. Итак, Neo CD 3.0. Частота 2.500. Третий порядок. Батервор. X2. X3 CD 3.0. CD 3.0. X3 CD 3.0. CD 3.0. В X2 более широкая лента 12 мм против 8-мм ленты у CD 3. Поэтому площадь излучающей поверхности у X2 значительно больше, чем у CD 3. Звук получается более плотным. Но нужна ли эта плотность на таких высоких частотах? Я не знаю, ребята. Сказать по правде, если хорошо отфильтровать сигнал, ну, допустим, не как сейчас 2.5, а 3 кГц, а 3.5, пускай будет кГц, то разницу излучения мы должны как бы и перестать слышать. Попробуем. X2 сейчас играет. CD 3.0. CD 3.0. Ещё раз поставим. CD 3.0. X2. Поставим какую-нибудь композицию другую. Ну, не знаю. Ну, вот эту. X2. CD 3. По-моему, очень похоже. Напомню, это 3.500 третьим порядком. Сделаем 3.500 вторым порядком. Звук получил объём определённый. Нужен ли он от Твиттера, я уверен, что не нужен, но тем не менее. Слушаем. X2. CD 3. Тоже похожее звучание. X2. X2. На этом, позвольте мне закончить этот обзор. Счастливо, ребята!